Друзья, всем привет! Новое видео на моем канале и это будет не спортивное видео, я не буду рассказывать о тренировках или о питании, я расскажу о чем-то гораздо более полезном. Так часто бывает, что вы пишете мне вопросы в социальных сетях с просьбой рассказать, как тренироваться при каких-то противопоказаниях. Сердце, сосуды, легкие травмы, мышцы, связки, кости, вопросов очень много. Я обычно отвечаю, что я не специалист-ребилитолог и я не могу на себя взять ответственность, давать вам какие-то консультации, потому что я не врач, я не специалист. Один из наиболее частых вопросов это варикозное расширение вен. Как тренироваться при варикозном расширении вен, как не допустить его, какие показания, противопоказания и разные другие вопросы. Я решил записать очень хорошее и интересное видео, где я собрал ваши все эти вопросы и решил задать их специалисту. Сейчас я нахожусь рядом с медицинским центром профессора Гриценко, где я договорился о встрече с доктором медицинских наук профессором Зудином Алексеем Михайловичем. И все эти вопросы я задам ему, а также пройду обследование и узнаю о состоянии здоровья моих вен. Не буду затягивать сведения, пойдемте пообщаемся с профессором и зададим ему наши вопросы. Ну что, друзья, вот мы уже внутри медицинского центра Гриценко. Давайте наконец-то познакомимся с профессором и пообщаемся с ним. Добрый день. Здравствуйте, Денис, очень рад. Очень часто люди ко мне обращаются, видя, что я какой-то специалистник по фитнесу со своими проблемами. Но я всегда отвечаю, что я не специалист в области реабилитации. Поэтому я, конечно, хотел бы обратиться к вам как к специалисту самого высшего чеша уровня, чтобы вы дали какие-то свои рекомендации и ответили на вопросы моих подписчиков, которые они задали именно по этой тематике. Наверное, многие удивятся, услышав такую статистику от меня. Самая распространенная медицинская проблема человечества – это кариес. А проблема вен занимает почетное второе место. То есть в том или ином виде проблема вен встречается практически у 30, а по некоторым данным 40% взрослых людей. И как это не прискорбно, в зоне риска оказываются те люди, которые активно или, я бы даже сказал, профессионально занимаются спортом. Нагрузки, особенно нагрузки на нижнюю часть тела, на нижние конечности, увеличивают риски возникновения патологии вен. Проблемой сосудистой хирургии и патологии вен я занимаюсь 22 года. И сразу должен, наверное, сказать вот о чем. В настоящее время, последние 4-5 лет, появилась возможность эффективно и безопасно помочь людям с патологией вен амбулаторно. Практически никогда сейчас это уже не требует хирургии в обычном смысле этого слова. Практически любую проблему, связанную с венами нижних конечностей, мы можем устранить человеку амбулаторно. Друзья мои, надо иметь в виду, что любая, абсолютно любая нагрузка, даже вдох и выдох – это работа вен. Однако, если человек дает себе нагрузки с выраженным увеличением внутри брюшного давления, а это тренировка брюшного пресса, это жимы больших масс сидя, лёжа, то многократно увеличивается давление в венах нижних конечностей и возникают условия для их расширения. Пометуя об этом, нужно прежде всего обратить внимание на свою наследственность. Если у мамы или у папы была патология вен, к сожалению, такой человек уже в зоне риска. Порядка 70-80% пациентов – это люди, у которых наследственность по этому поводу неблагополучная. Соответственно, если такая наследственность есть, лучше исходить из того, что вы в зоне риска и, приступая к нагрузкам, пользоваться такой несложной вещью, как компрессионный трикотаж нижних конечностей. Если же у человека, который приступил к занятиям спортом, занимается им давно, есть признаки расширения вен на ногах, тогда тем более нужно обратить на себя внимание. Идеальный вариант, конечно, это обратиться за консультацией к специалисту-флебологу, к специалисту-сосудистому хирургу, чтобы получить точный ответ на вопрос, что именно вам можно безопасно, а чего лучше избегать. Но если такой возможности нет, то вот эта вот простая рекомендация применения компрессионного трикотажа уменьшает риски развития проблем, ну, примерно в 4-5 раз. Хорошо. Вы упомянули, что у вас как-то безоперационные, да, то есть методы лечения. Да. Скажите, пожалуйста, поподробнее именно, что значит лазерное лечение? Потому что я, насколько помню, ну, вены лечат следующим образом, что их просто вырезают, потом как-то склеивают и все. Что значит лазерное лечение? Когда мы видим расширенные вены, то лучший вариант помощи такому человеку – это устранение этих вен. Раньше для этого применялась действительно хирургия традиционная с разрезом, с наркозом и с довольно долгой болезненной реабилитацией. Появление технологий лазерных произвело маленькую революцию. У нас в стране эти технологии используются около 10 лет, а более-менее широко последние 4-5 лет. Под местной анестезией, без наркоза в обычном смысле этого слова, мы прокалываем вены и вводим в просвет больных вен проводник, по которому идет лазерное излучение. Лазерное излучение нагревает стенку вены изнутри, в результате чего вена первым этапом коагулируется или, говоря на обычном языке, склеивается. Но самое интересное начинается потом. В результате такого вот лазерного облучения вена становится для нашего тела инородным предметом, и иммунитет ее постепенно рассасывает. То есть мы удаляем вену, не удаляя ее в обычном смысле. В обмен на такой гуманный способ помощи человек получает возможность очень быстро реабилитироваться. Даже у профессиональных спортсменов, которые, как вы, даете себе очень значительные нагрузки, срок реабилитации занимает максимум 3-4 недели. Для сравнения, после традиционной операции срок реабилитации это около 3 месяцев. И буквально через полтора-два часа после такой процедуры человек может идти домой и приступает к обычным повседневным нагрузкам буквально в тот же день. Вены ведь нам нужны. От них как бы идет кровоток от мышц к сердцу непосредственно. И попадает дальше кровь в общий кровоток. Но если мы вены склеиваем, вырезаем, убираем, то как кровь будет отходить от рабочих мышечных дел? Вы очень хорошо подготовлены. И действительно вопрос каждый чрезвычайно удачный. Венозная система у человека на конечности, к счастью, продублирована. Есть подкожные вены, которые мы видим, они просвечивают через кожу. И есть гораздо более важные глубокие вены. Так вот, если глубокие вены у человека здоровы, я подчеркиваю, если они в порядке, то ликвидация подкожных вен, ухудшение кровообращения не вызовет никакого. Наоборот, увеличится скорость движения крови по глубоким венам, а это в конечном итоге приводит к тому, что многократно уменьшаются риски тромбозов глубоких вен. Важнейший элемент это, чтобы врач при принятии решения убедился в том, глубокие вены в порядке или нет. А выяснить это достаточно несложно. Это выясняется методом ультразвукового сканирования вен. А есть какие-то медикаментозные препараты, которые можно делать профилактикой? Да, существуют препараты, которые уменьшают риски развития варикозной болезни. К сожалению, я тоже, пользуясь случаем, хочу упомянуть вот какой вопрос, который часто мне задают. Не существует ли какого-то медикаментозного средства, которое бы могло убрать варикозные вены, таблетки или мази? К сожалению, пока такого нет. Но есть средства, они называются словом венотоники, медикаменты, которые принимаются внутрь в виде таблеток, которые в несколько раз уменьшают риски развития варикозной болезни, варикозного расширения вен. То есть, если человек вдруг увидел, что у него начали в вены вылазить и какие-то проблемы с ним начались, для профилактики он может подевать компрессионное белье и... Применять флеботоники. Наибольший риск с точки зрения патологии вен имеют нагрузки, как я коротко упомянул, связанные с значительным повышением внутрибрюшного давления. Получается, все равно любое упражнение, где я выдыхаю закрытое голосовое щелье, то есть происходит натуживание, а у меня идет как бы нагрузка на вены. Совершенно верно. Получается, что даже сжим от груди лежа, он может спровоцировать проблемы с венами. Может, правда, в меньшей степени. Но есть целый ряд нагрузок, которые идут человеку с варикозными венами, очевидно, на пользу. Если позволите, я перечислю. Итак, лучший друг для пациента с венами, которые не в порядке, это ходьба, бег без отягощения, любые нагрузки, связанные с погружением тела в воду. Плавание, акваэробика, там ведь достаточно серьезные нагрузки, насколько я знаю, но при этом вены оказываются в состоянии такой эластичной компрессии благодаря погружению тела в воду. Теннис, который тоже является вариантом таких вот динамических беговых нагрузок. Багминтон, даже несмотря на то, что это рывковые нагрузки. То есть даже игровые виды спорта? Да, даже игровые виды спорта. Часто меня спрашивают про футбол и хоккей. В принципе, да, но есть одно но. Мы же понимаем, что это риск удара человека в область голени, а при больных венах это может спровоцировать серьезные неприятности. Если вы не против, мне подписчики написали очень много вопросов. Буду рад ответить, если смогу. Да, ребята, спасибо большое, что вы писали свои вопросы. Напоминаю, на своей странице личной ВКонтакте я повесил объявление, что вы можете задавать вопросы по этой тематике. Вы написали очень много вопросов. Спасибо вам. Соответственно, я попробую задать их и получить ответы на них. Соответственно, кому-то сегодня повезет. Итак, Саша Будько спрашивает. Как избежать не допустить дальнейшего прогресса варикоза при наличии начальной стадии? Какой тип тренинга выполнять, либо что-то еще? Если начальные признаки расширения вен уже есть, то мы должны помнить, что максимальный риск для человека, задавшего вопрос, это нагрузки, связанные с максимальным увеличением внутрибрюшного давления. То есть жим веса сидя с отягощением, жим веса ногами лежа, тренировка брюшного пресса с отягощением в данном случае лучше бы исключить. Если по каким-то причинам человек не хочет исключения, то в такой ситуации применение компрессионного трикотажа во время тренировок становится особенно важным и необходимым. Так, если пока нет проблем, но есть предрасположенность к парикозу, какая требуется профилактика для предупреждения болезни, упражнения, питания, препараты? И чего следует остерегаться, чтобы избежать возникновения этого недуга? Сергей Курчанов. Надо помнить, что главный враг для человека, у которого есть предрасположенность к патологии вен, это неподвижное стояние на ногах, особенно с грузом в руках. То есть стараться избегать таких нагрузок в повседневной жизни. А при занятии спортом активно тоже помнить, что вот нагрузки, связанные с повышением внутрибрюшного давления, если патологии вен нет, они не противопоказаны, но тогда нужно уменьшать кратность нагрузки. Если я правильно упоминаю этот термин, я имею в виду, что мы лучше будем делать поменьше упражнений за один подход, меньше повторов, мы будем лучше увеличивать количество выполнения повторов. То есть меньше повторов, но больше подходов? Да, больше подходов, но меньше повторов, совершенно верно. Извините, что я не так силен в вашей тематике, как вы в моей. Когда требуется операция по удалению вен? Это вопрос, когда она требуется. Второй вопрос. Слишком ли травматичная операция и ограничивает ли операция способность сходить? Нужна или не нужна операция, конечно, ответ на этот вопрос может дать только врач при осмотре. Если говорить в общем, то надо иметь в виду, современная классификация патологии вен насчитывает 6 степеней этой болезни. Врач, как правило, настаивает на том, что пришло время избавляться от этой проблемы, когда степень расширения достигла 3 и выше. То есть 3, 4, 5, тем более 6. Степень 1 и 2 представляет угрозу, если можно так сказать, косметическую. Тут надо просто принимать меры, чтобы эта проблема не прогрессировала. Современная хирургия, как мы с вами упоминали, если говорить про лазерные способы лечения, позволяет от этих неприятностей избавиться амбулаторно, быстро восстановиться, действительно, в короткие сроки. И по болевым ощущениям это очень гуманная процедура, человек не испытывает боли. Скажем так, если сравнивать с традиционным хирургическим вмешательством, выполняемым под наркозом через разрезы, то, как сказал мне один пациент, у которого когда-то одна конечность была оперирована таким вот традиционным способом, а потом проблемы на другой ноге я ему устранял лазерным способом, и говорит, доктор, это больше всего похоже на сравнение, как удар лома мы шли по ладонью. Итак, следующий вопрос. Жены не вайкос, но несколько другое заболевание сосудов. Лимфангиома на ноге. Она же, она уже год занимается, можно ли ей продолжать? Заранее благодарен. Лимфангиома. Это заболевание, которое относится к разряду доброкачественных опухолей. Само по себе это не является противопоказанием к тому, чтобы заниматься спортом. Однако тут важно выяснить, нет ли каких-то сдвигов в крови у этой женщины, что может приводить к образованию, например, синяков, гематом, кровоподтеков. То есть, по большому счету, надо сдать банальный анализ крови, который мы сдаем, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, чтобы получить ответ на вопрос, нет ли у нее риска образования кровоподтеков, например, при резких рывковых нагрузках. Такой очень простой вопрос от Григория Молчанова. Что такое варикоз и почему он вообще появляется? Возникает он, по большому счету, Денис, от того, что возможно удивятся наши зрители, а может быть нет, люди действительно хорошо сейчас осведомлены. Так вот, возникает эта проблема из-за того, что человек анатомически приспособлен для ходьбы на четырех конечностях, но ходим мы на двух. Наша венозная система, как это ни покажется странным, не очень рассчитана на такие нагрузки анатомически, почему и расширение вен встречается столь часто. То есть у животных, те, которые ходят на четырех конечностях, не бывает? Такой проблемы нет, как нет проблемы у остеохондроза, радикулита и многих других. Так, немного странный вопрос, но тем не менее, Вадим Гаврилов спрашивает, как достичь при барикозе, ну, огромных, наоборот, в смысле, больших накачанных мышечных, без дальнейшего негативного влияния на вены? Ответ достаточно простой. Таким пациентам показаны, ну, или, точнее, не пациентам, а спортсменам, показаны динамические нагрузки прежде всего. Ходьба, бег, велосипед, вот то, что мы с вами упоминали, акваэробика. Когда риск для вен минимальный, тем не менее, тренировка мышечной массы, бедра и голени идет внушительно. А если совмещать, возможно ли именно, все-таки, чтобы набрать большую мышечную массу, нам нужен определенный режим тренировок, подразумевающий именно работу с большими весами в каком-то определенном диапазоне. Возможно ли совмещение, например, что в течение одной тренировки, например, я покачал ноги, сразу же пошел в бассейн, где я вот просто плаваю или какую-то акваэробику легко делаю, где именно вены уже находятся в воде? Такое сочетание является идеальным. Вот такое чередование, которое вы упомянули, является, вероятно, самым лучшим способом решения. Большой вес, меняем нагрузку на динамическую или погружаем тело в воду на какое-то время. Итак, Вадим Конов спрашивает, вернется ли варикоз, если делаешь операцию на удаление варикозных вен? То есть можно ли продолжать тренироваться после операции так, чтобы варикоза больше не появлялась? Рецидив, то есть повторение варикозной болезни после любого вида вмешательства, к сожалению, возможен. Почему это происходит? Не от того, что хирург что-то сделал плохо или не так, А хирург в ходе манипуляции с венами, лазерной или манипуляции, или манипуляции традиционным рассекающим путем, более травматичной, устраняет только те вены, которые заболели. Те, которые здоровы к этому моменту, он заранее, разумеется, не удаляет. Соответственно, вены остаются, остаются и риски возникновения рецидива. И вот уменьшение этих рисков достигается путем соблюдения тех правил, которые мы с вами перечислили. Использование компрессии при занятии спортом. Отдаем предпочтение динамическим нагрузкам без отягощения. У меня еще такой вопрос, когда я еще работал тренером в фитнес-клубе, у нас на теме именно противопоказания по различным болезням, именно в теме, когда мы затрагивали вены, говорили, что у людей, у которых есть предрасположенность, либо какая-то стадия варикозного расширения вен, например, им можно делать упражнение, когда стопа полностью стоит на платформе, например, с жим ногами, но нельзя делать упражнение, когда пятка отрывается, то есть, например, жим на икры, либо тот же самый велосипед, не закрутить, потому что там идет нагрузка только на переднюю часть стопы. Это правильно, правда или нет? Да, это очень верный вопрос, и это действительно точная информация, потому что чрезвычайно важно для человека с проблемными венами, чтобы нагрузка была распространена по всей площади подошвы, и вот для таких пациентов еще одно важное обстоятельство мы с вами обязательно должны упомянуть, чрезвычайно важна правильно подобранная спортивная обувь, но вот для таких пациентов это особо важно, то есть, чтобы это были удобные спортивные туфли или кроссовки, которые бы помогали нагрузку распределять на всю поверхность подошвы. Это в конечном итоге приводит к тому, что уменьшается так называемое тоническое, ну или, скажем так, долговременное напряжение мышц голени, что в свою очередь может приводить к усилению расширения вен. Ну что, друзья, мы поговорили сейчас уже о теоретической части, хотелось бы перейти в практическую плоскость. Я как бы считаю, что у меня с венами все в порядке, никогда не жаловался, вроде бы у моих родителей никогда никаких проблем, противопоказаний с этим не было. Но, естественно, я хочу воспользоваться своим текущим положением и пройти диагностику, чтобы уже непосредственно специалист, профессор мне сказал, что все равно нормально, либо у меня уже что-то не в порядке и с этим надо что-то делать. Давайте узнаем. Сейчас я просто наглядную картинку выведу, чтобы вы могли уже, так сказать, ну там... чтобы не специалисту было видно. Итак, исследование вен ультразвуком врач начинает с самой верхней части нижней конечности, буквально с того места, где конечность прикрепляется, скажем так, простым языком к туловищу. Именно в этой точке и слева, и справа подкожные вены соединяются с глубокими. Именно это, так можно выразиться, краеугольный камень проблем венозной системы нижних конечностей, потому что именно тут находится клапан, в случае несостоятельности которого, в случае, скажем так, нарушенной функции которого, в конечном итоге и разворачивается подавляющее большинство с венами. Справа к клапану никаких претензий нет, он замыкается полностью. Слева также замыкается в полном порядке. Я приношу извинения, что не могу очень наглядно продемонстрировать, мышечная масса столь тренирована, что очень плотно, то есть, ну вот, там, например, сейчас раздеть меня или там вашего помощника, там будет более наглядно. Нет, это-то хорошо, то есть, когда... Просто и обидно стало. Нет, ну почему? Это просто к тому, что... Ты там не комплиментовал. Да, на самом деле это... Продольные тени, которые мы видим на экране монитора, это вот те самые подкожные вены, которые мы сейчас исследуем на предмет их проходимости и на предмет их диаметра. Нормальный диаметр подкожной вены у взрослого человека на бедре находится в пределах от 3 до 4,5 мм. У нашего пациента диаметр 3,8 мм, то есть, абсолютная норма. У нас такой нестандартный пациент, когда мускулатура становится препятствием для надежной визуализации. Вот просвет глубокой вены голени. Он абсолютно проходим. Вот она идет. Это левая и нижняя конечность. Там все в полном порядке. По большому счету, Денис, вашим венам могу пожелать только одного, чтобы так и оставалось в ближайшие лет 70. Больше тут на самом деле пожелать некто. Я уж, откровенно говоря, не помню, когда я такую норму веду. В Западной Европе и США порядка 80% операций на венах выполняются лазером. И только 20% рассекающим способом. У нас в стране только 5% операций выполняется лазером и 95% вот этим вот варварским способом. Почему? Просто потому, что мест и специалистов, где владеют технологии лазерной коагуляции, намного меньше, чем того требует ситуация. Средний, если можно так выразиться, счет, вот в рамках нашей клиники, где мы с вами находимся, на процедуру лазерной коагуляции вен, около 40-45 тысяч рублей. А если бы она проходила за границей? Цена, которая мне известна, например, в клинике Иоганна Гутенберга в Майнце, где я в свое время стажировался, это порядка 2-2,5 тысяч евро. 150-200 тысяч рублей, то есть в 5 раз дороже. Если бы вы приняли решение именно по лазерному удалению вен, где это все происходит? Может, покажете нам этот препарат? С удовольствием покажу, тогда надо пройти в наш манипуляционный кабинет. Понимаете, да, что происходит? То есть энергия достаточно могучая. И вот при проведении вот этого вот, сейчас он просто в режиме цели указания, но если по без анестезии, по ладошке, то будет, да. И да, весь процесс проведения процедуры мы контролируем ультразвуком. Это дает нам гарантию, что мы попадаем туда, куда нужно, а не туда, извините, куда Бог пошлет. Это тоже очень важное условие проведения процедуры качественно. Это так называемая флебологическая хирургическая стойка. На ней мы с вами можем видеть аппарат ультразвукового сканирования, аналогичный тому, который мы использовали при диагностике. Это его полный аналог. И лазерный генератор, который является источником лазерного излучения. Он находится на нижнем этаже вот этой вот флебологической стойки. Ультразвук нам нужен для чего? При его помощи, прикладывая ультразвуковой датчик кожи пациента на ноге, мы очень четко можем следить за проведением катетера. Застрял, не застрял, уперся, не уперся. И манипулируя им, врач достигает, ну, в общем, любого участка венозной системы. После чего начинаем процесс коагуляции. Нажав педаль, начинается процесс уже интенсивного нагревания. Если позволите, я продемонстрирую, насколько это нагревание интенсивно. Думаю, что наглядно. Именно благодаря вот этому нагреванию происходит коагуляция вен. Мы вытягиваем постепенно катетер из вены, а вена остается в состоянии коагулированном, то есть склеенном. Ну и, как я уже говорил, потом постепенно, некоторое время спустя, наш иммунитет рассасывает эту коагулированную вену. Алексеевич, я сейчас знаю, что я просто многие обследования разные проводил в разных клиниках. И часто я слышал, что эти клиники делают такую некую социальную работу, то есть они проводят такие образовательные курсы в каких-то фитнес-клубах, или у себя в офисах, где рассказывают о проблематике своего направления. У вас есть что-то подобное? Да, у нас есть такая практика. Мы проводим семинары для всех желающих по проблемам варикозной болезни нижних конечностей, по проблеме патологии вен. Эта практика у нас существует с 2014 года. Пользуется устойчивым интересом у самых разных групп людей. И надо сказать, что мы несколько раз проводили такие вот консультативные бесплатные приемы для членов спортивных клубов в разных фитнес-центрах Москвы. Это всегда вызывало живейший интерес. Это давало возможность получить ответы на самые важные для людей вопросы и получить индивидуальную консультацию. Такую практику мы планируем продолжать и впредь. То есть руководство фитнес-центров может к вам обращаться с вопросом по поводу такого некого открытого семинара для своих клиентов. И вы можете приехать и по нему бесплатно рассказать о проблемах. Да, и проконсультировать. Будем рады такому сотрудничеству. Оно абсолютно взаимовыгодно. Это важно людям, и это важно нам. Потом пациенты обращаются к нам за помощью. Алексей Ильич, мои подписчики очень любят, когда им всякие скидки предоставляют и так далее. Если у них есть эта проблема, и они захотят прийти именно в ваш центр, предоставите ли вы им какие-нибудь скидки? Конечно, предоставим. Мы, как любое медицинское учреждение, заинтересованы в притоке пациентов. Консультативный прием будет для наших подписчиков дешевле на 30%. Консультативный прием включает в себя не только осмотр и не просто беседу, а в него обязательно входит ультразвуковое исследование вен, которое дает ответы практически на все вопросы по состоянию этой части тела человека. Друзья, если вы хотите пройти обследование с такой большой скидкой, 30% это очень неплохо, позвоните в эту клинику и говорите, что вы с канала Дениса Выси ВМ предоставили целых 30%. Я для вас постарался. Ну что, друзья, я сегодня взял интервью Алексея Николаевича у профессора, который занимается проблемами варикозного расширения вен, ответил на вопросы, которые вы задавали мне. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Денис, за очень интересную беседу. Да, вы провели мне обследование, теперь я могу дальше поднимать огромные веса. Но если можно, несколько слов и своих пожеланий моим подписчикам. Глубоко уважаемые зрители, прежде всего хочу пожелать вам здоровья. Но если какие-то медицинские вопросы возникнут, не стесняйтесь обращаться к врачам и не откладывайте сильно долго, но потом может все быть более драматично, чем если среагировать пораньше. Но прежде всего, конечно, еще раз повторю, будьте здоровы. Ну что, ребятки, вот и заканчивается это видео. Ура, с венами у меня все отлично. Я этому факту очень рад. Спасибо вам большое, что вы задавали свои вопросы на моей странице ВКонтакте. Если у вас есть еще какие-то вопросы относительно других тем вашего здоровья, пожалуйста, заходите на мою страницу ВКонтакте, пишите свои комментарии. Также оставляйте комментарии под этим видео в YouTube. Я постараюсь снять другие видео на интересующие вас темы. Не забывайте ставить этому видео лайк и подписываться на мой канал. Здесь ссылки на клинику находятся в описании к этому видео. Рад был с вами сегодня пообщаться. Всем пока и всем хорошего настроения. Всем мир, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...